Подождите, пожалуйста, ориентировка. Я не видел, что это на жену свою оденьте. Великолепно. Мы потом пойдем в отдел, все будем разбираться. В отдел мы не поедем. Подозревает? Вы поймите, вас столько людей увидят, вот то, что вы сейчас говорите. Великолепно, пускай увидят. Здравствуйте. Здравствуйте. Зайдёшь? А вы по заявлению... Здравствуйте. Скандал. Представьтесь, пожалуйста. Пропорщик полиции Прохоров. Достоверение, будьте любезны? Снимайте его, не надо. Хорошо, показывайте, не будьте снимать. Хотя это тоже какая-то ваша надумка, выдумка. Да, надумка, выдумка. Данное видео прошу, интернет вас не выкладывает. Понятно? Понятно, что? Да. Прохоров Дмитрий Николаевич, полицейский. Пропорщик полиции. Замечательно. Данное видео, да, я учту, но выложу. Возможно. А возможно и нет. Это моё право лично. Нет, это не ваше личное право. Почему? Потому что я вас прошу не выкладывать на видео. Это просьба? Или ваше законное требование? Законное требование. Если это законное требование, я сейчас подам жалобу на незаконное действие работника полиции. Либо это всё-таки просьба. Какие законные действия? Вы не можете требовать от меня не выкладывать это видео. Вы посмотрели учебный фильм ГУМВД? Наверное, вы тоже смотрели? Я смотрел там полнейшая чушь, она уже давно разбита Верховным судом. Ну, в общем, к этому мы вернёмся. Значит, я прошу установить личности вот этих двух ГБРовцев, которые прибыли, вероятно, по кнопке, которую нажали сотрудники. В общем, давайте сначала. Вся предыстория. Я пришёл сюда получить своё письмо. Мне сказали, письма нет. Извещение. Какое заявление на розыск? Я напишу заявление в полицию. Вы напишите ему? Нет, вы будете и так всё равно. Это не нужно. Я сам решу, какое буду писать. Значит, письмо они моё утратили. Подошла какая-то... Заведующая здесь не было. Подошла какая-то дама... Сейчас одну минуту. Я полицейский вам сейчас объясню. Подошла дама, сообщила мне, что мне это письмо, оказывается, бросили в почтовый ящик. В почтовом ящике этого ничего не было. Другая дама мне говорит, что я дал доверенность какой-то почтальону. С ней сам договорился где-то как-то. И теперь почтальон самостоятельно, по моей доверенности, письма бросает в почтовый ящик. Никакой доверенности я, конечно, не давал. Я попросил предъявить эту доверенность мне. Её предъявить отказались и так далее. Вызвали кнопку. Нажали вот этих вот товарищей. Приехали. Эти господа в нарушении закона о детективной и охранной деятельности представиться отказались. Гражданин не имеет у себя карточки и охранника личной. Удостоверение также отказались предъявить. О чём будет первое заявление моё? Прошу подготовить протокол принятия устного заявления. Согласно 736-му приказу МВД я буду вам его сейчас зачитывать. Прошу привлечь. Сейчас у Чискового приедет. А, у Чискового приедет? А, то есть вы не будете? Мы потом не поставим службу. Вы отказываетесь принять заявление у гражданин? Мы не отказываем. Ну примите, пожалуйста. Принимаем. Ну примите. Установите тогда пока личности вот этих двух охранников. Давайте мы указываем, что делать, ладно? Почему? Согласно статье 50 закона... Вы указываете? Она написана, что вы должны указывать мне? Согласно статье 50 закона о полиции, граждане имеют право шлить общественный контроль за деятельностью полиции. Полиция – органы исполнительной власти. Поэтому будьте любезны, исполняйте свои служебные обязанности. Я исполню свои служебные обязанности. Я прошу вас, как гражданин, установить личности двух охранников. Спасибо. Вы можете это сделать? Не надо, они сейчас покажу. Я совершенно знаю, что вы это не будете делать, а любые. Почему? Я вам не отказываю. Я вам не отказываю. Я же попросил, я же попросил установить. Установлю. Пожалуйста, установите. Установите под нужным, правильно? Правильно. Установите. Все, что нужно, я еще раз. Послушайте, я сейчас позвоню по 112, я ставлю жалобу на ваши действия. У меня все на видео, сразу говорю. Если он видео вытучит, мы ему представимся. Это незаконное требование охранника. У него… Приехал, пришел гражданский, по поводу письма. Письма потерялась, и тут как бы… Вызвали ГБР, ГБР… Все, подождите, пожалуйста. Физический контакт имел с моей женой, он ее оттолкнул. Ну, мне нужно туда что-то обязательно… Не говори, что журналист. Да, журналист. Осветим вашу деятельность. Откуда? Это неважно. Все все узнают. Вы же говорите, что она есть. Ну и что? Я им говорил, не вам. Для вас я сейчас… А… Вы хотите их проверить? Ну, хочу посмотреть, да. А зачем? Ну, вы же мои проверили, правильно? Теперь я ваши… Так я-то имею право. По статье 5 закона о полиции, вы обязаны мне их предъявить. А я по какой статье должен предъявить вам документы? Я же заявитель… Я абсолютно гражданином Российской Федерации. Или с кем? Вы с заявителем разговариваете и требуете… Я не знаю, кто вы заявитель. Ну как, я же заявитель. Вы со слов какой-то заявитель. Какой-то со слов? Кто заявитель? Саша, 112 набирай. Жалобы на сотрудника полиции я сейчас оставлю. Вы хотите у заявителя проверить документы? Это основание, да? Вы же мои проверили, правильно? Хотите посмотреть. Я имею право. Вы обязаны их предъявить. Я с кем общаюсь. Вы знаете, какие основания для проверки документов существуют? Может, вы в розыске находите? Может быть. Может быть. Есть ориентировка? Вот это умная мысль была, кстати. Ориентировку предъявите мне, пожалуйста. У меня их 150. Ориентировка. Вы обязаны предъявить. Алло. Здравствуйте. Прошу вызвать ответственного от руководства Приморского района. Хочу оставить жалобу на действия работников полиции. Требует незаконно паспорт. Отказываются принимать заявление, протоколом устного заявления. Отказываются? Что же вы станете противоречить? Нет, это долгозен. На почтовом отделении я вызвал сюда полицию, чтобы они навели здесь порядок, восстановили права нарушенные, а они приехали и еще мои пытаются нарушать. Сотрудники полиции отказались установить личности охранников, которые не представились. У меня видео записано. У меня тоже видео идет. Сейчас приедет. Вы обязаны, кстати, были меня предупредить о записи. Конечно. А я нет. Принятие заявления в отношении представителей ГБР. Да. Игорь Владимирович. 9-2-1. 3. Заявил, что он подозревает, что я в розыске, поэтому потребовал у меня паспорт. Естественно, это требование законное, я ему паспорт, естественно, предъявлю. Но потом будем разговаривать уже, с чего он взял, что я в розыске. Прошу, да, ответственно от руководства. Спасибо. Прошу привлечь их к административной ответственности, ставить на них протокол за то, что у них отсутствовали документы. Мы привлечем, если сочтем их нарушение. Я заявление вам подаю. Где? Прошу вас привлечь к административной ответственности неизвестных лиц в форме охранников. Вы отказываетесь? Я не отказываю. Принимайте. Вы отказываетесь? Прошу вас, как полицейского, привлечь к административной В данный момент я не могу дойти до служебного автомобиля, чтобы взять документацию. Нет. Смотрите, вы как должны. Давайте я вам просто расскажу. Вы не сочтите, что я вас получаю, я просто вам говорю. Вы обязаны принять у гражданина заявление, зафиксировав его протоколом устного заявления, потом доложите об этом дежурному отдела полиции, который сообщит вам номер КУСПА и вы сообщите этот номер мне, как заявителю. Вот так это должно быть. Вы отказываетесь принять у меня заявление? Я не отказываю. Принимайте. Документы я проверил уже, уважаемые граждане. Вы требуете документы у меня? Ваше законное требование? Вы о чем говорите-то сейчас? Я проверил документы у данных охранников. Ну а почему они продолжают нарушать закон? Что они делают-то? У них нет личной карточки охранника на них, она должна располагаться у него на груди. Это с ними руководство разбирается. Почему? Это административное правонарушение. Это административное правонарушение. Я вам сообщил, что они отказались предоставляться. Это административное правонарушение. Привлечите их к ответственности, составьте протокол. Я должен опросить, наверное, сторон. Может они объявляли вам, я не знаю, что они делают. Я вам видео предоставлю, что не предъявляли. 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 Вы обязаны принять заявление. Я вас принимаю. Понимаю. Понимаете? Да, принимаю. Значит, прошу вас привлечь к административной ответственности двух охранников неизвестных, которые прибыли по кнопке срабатывания заведующий отделением почтового на Долгозерный дом 16 корпус 1. Вы отказались, обратились ко мне как гражданину. Помолчите. Паспорт... Почему? Это запрещено законом? Это запрещено законом? Ведете себя. Законом запрещено вот так махнуть руку? Прилично, как минимум. Нет, вы не можете... Вы отмашку делаете человеку. Потому что я диктую... Потому что... Помолчите. Я диктую вам заявление, а он перебивает. Вы не делаете ему замечания. Я же вам серьезный документ надиктовываю. Серьезно, согласен. Очень сильно... Я вас слушаю внимательно. Я вас слушаю внимательно. Почему вы не делаете замечания. Давайте я слушаю. Распоминаю. Да-да. Я вас слушаю. Вы же потом жалеть вот об этом поведении будете, уважаемый прапорщик. Я вас слушаю, еще раз говорю. Вы же когда к своему полковнику, начальнику МВД придете, вы же так не будете там себя вести. Да, не буду. Это вы так с гражданином разговариваете? Я с вами абсолютно нормально разговариваю. Каким образом? Вы принимаете у меня заявление? Я принимаю. Вы же, как я устно. Я принимаю. вы должны зафиксировать его протоколом принятия устного заявления нет протокол устного заявления вы не укомплектованы вас нету его а при чем здесь участковый вы же такой же полицейский как его целый офицер я разбираюсь звание вы полицейский и должны принять заявление продолжайте дальше вы потом будете когда с руководством ну конечно вы так не будете с ним разговаривать потом это неважно как протокол устного заявления у вас есть принимают берите и оформляйте я надену хорошо замечательно я диктую вам устного запоминаете докладывайте дежурным брали прошу привлечь как лица 1 ответственность в форме охранников которые прибыли по адресу долгозерный дом 16 вероятно по кнопке нажатой сотрудниками почтового отделения и обратились ко мне с требованием преградить видеофиксацию а также удалиться с этого объекта было было на мой вопрос вы представиться при служебном выставить личную личную карточку охранника ответили отказом прошу привлечь их административной ответственности а вас прошу сообщить мне номер пусто зарегистрированного звоните дежурным конечно когда он протокол возьмет конечно я с вами не он а быть начнем с того я могу я могу к вам даже на ты обращаться когда я окончательно потеряю к вам уважение я буду обращаться к вам на ты и закон мне это не запрещает делать а вы должны будете всегда обращаться ко мне на вы потому что ваш регламент обязывает вас это делать я говорю не вывезете вы ребята эту ситуацию просто выполнять свои обязанности и все угрожает а сейчас где вы угрозу но не вывезти вы не сможете вы лучше делайте свои то что вы служите вы служить народу обязаны а я считаю нет гражданин не представился неизвестный кому может быть может быть а все требуете паспорт у меня ваше законное требует давайте давайте пожалуйста проверять нет изъятие паспорта это недопустимо так по закону возможно признаки подделки возможно так проверяйте таким образом нет не обязательно я обязан передать в руки сотруднику полиции только водительское удостоверение правильно паспорт не обязаны они не жили до него пожалуйста пожалуйста смотрите проверяете подложные изымайте протокол изъятия пищите никаких проблем нет доставочное предъявление сейчас я позвоню дежурный чай продиктуют данные позвоним также прошу привлечь их за отсутствие маски нет не добровольно не добровольно нет в помещении должны обязаны а зачем полицейские дай в маске еще смотрит прапорщик прахором газете несу папи 700 от рабителя человечка на родственные заявки федеральные ладно все не ответственно от руководства по этому адресу и строки и плюс участковый 44 1 долгозерное 16 отделение почты россии да да конечно значит раз мы письмо потеряли напишите я напишу только сейчас мне не с руки писать вы мне просто дайте письмо чтобы его потеряли все потому что мне будет надо восстанавливать исполнительные листы и судья за это все стоит и также я хочу получить доверенность доверенности нет почему вот я здесь стою вот я здесь стою вы мне просто выдайте что вы потеряли что не можете мне выдать моё письмо уже она утрачена я не обязан это писать ну поймите правильно вы просто дайте мне я же пришел грудайте мне письмо вы горите не дадим почему-то шагать вы просто дайте мне зачем это писать я устно претензию вы выразили вы мне напишите что не можем выдать потому что его потеряли и мне нужна доверенность которую я якобы дал вашему почтальону то есть вы сейчас мне не можете предоставить отказываете но письмо что потеряли хотя бы дайте мне ну письмо что почему почтовое уведомление такой почтовое отделение такое-то уведомляет вас а в том что данное письмо утрачено все вот я вам надихтовал заявление сейчас вот есть заявление письменное необязательно договорились не требует нет отказывается хорошо ладно все не проблема отказывается не дадите мне чат письмо или можете на розыске какой розыск вы что говорите ну так дайте мне уведомите меня что вы потеряли все вот я пришел обратился видите что создали вот этим утратой моего письма я не знаю зачем ваши работники гбр вот это вызывает зачем вот простите своих работников зачем они гбр вызвали имею 29 статья конституции 152.1 гкр почитайте почитайте мы почитаем почитаем за исключением когда снимается в общественных публичных интересах в общественных местах когда когда лицо не не публичные и общественные потому что мы это выложим на общественное обозрение и люди это сделать послушайте у меня очень большая аудитория и вы себя вы сейчас можете иронизировать я вообще не понимаю почему сторону чем чем заработать этим да какое ваше дело как и заработать вы зарабатываете полиция а должны служить они работать понимаете а вы зарабатываете все понятно да а почему вы иронизируете все время вы не вправе это делать почему вы такое лицо делает вы не исполняете свои обязанности нет почему нет вы почему не пресекли правонарушения маски на них оденьте на жену свою день ее пусть привлекут и вас обоих давай пять тысяч для меня а для вас кстати заявление еще прошу привлечь вот этого господина по статье 203 у к рф нет я напомню 20.6 до 20.6.1 пожалуйста то же самое привлекать и привлекать и этих двух и себя заодно потому что вас нос открыт значит прошу привлечь к ответственности неизвестного мужчину который толкнул мою жену по статье 203 у к рф прошу привлечь его к ответственности а как вам понравилось как ваш как он называется то у вас вы не сотрудник а напарник до персональные данные мои оглашал как здесь в этом кабинете понравилось вам каким образом слух слух читали паспортные данные мне вы столько что свои паспортные данные вскрух назвали это другой образ вы огласили всему залу мои паспортные данные это неважно вы зачитывали мой паспорт здесь понимаете да сколько нарушений ой мистер ну уж я не руководство я думаю за это не вы будете принимать меры к охраннику который который вы вызвали мы надо ждать почему-то не принимаете меры вы же полицейский полицейский да а почему вот этот вот неизвестный мужчина толкнул мою жену почему вы не привлекаете его к ответственность это будет видео я заявление вам подаю или калек а чему не принимают разбираться в отдел мы не поедем разбираться с ними мы здесь подадим заявление зачем нужен своей стране сделать украсть да вы не служите ну потому что вы отказались принимать заявление у меня вы 3 отказались я не отказываюсь причем так примите номер куст сообщить сообщите мне дежурной части а хочешь начать да вы позвоните и мне сообщите позвоню 736 приказ мвд об этом говорили я же вам уже говорил но что говорили товарищ прапорщик много говорили вы чего не запомнили я записываю понимаете я браках записываю должен быть протокол протокол принятия устного заявления у каждого экипажа наш президент сообщил еще полгода назад что вся полиция максимально укомплектована всем необходимо приколепно примите пожалуйста остались 1 человек 2 3 вот это право нарушение совершили вы тоже вам что-то совершить возможно а нас тут думаю я не могу покинуть данная территория стоит одного напарника с оружием правильно про чему участвует на дополнительный экипаж и будем дальше разбираться почему вы зашли сюда не выкомплектованы бумажки не да это не бумажки это документы бланки документы наряд наружной службы и заходить на место с документацией не должны должны нет в отдел полиции зайдем карта нет должны вы должны быть укомплектован машины у меня все машине и принесите тогда принесу на не могу погибнуть почему в этого вот вместе с ним тогда даже три человека находит и что возможно право нарушение да мы до вас тут не лично безопасности мы же давать тут не поубивает друг друга ну как не знаю я буду подозревать в этом подозревать вы поймите востока людей увидят то что сейчас говорится великолепно пускай увидят